Вот они у его брата. Герои молодцы. Роза мира. Бабушка очень сильно переживала, очень переживала, когда он принял православие, то есть какой-то он ее как-то не скрывал, и потом он когда-то невозможно стало скрывать, вот она очень переживала, но знаете, ну в итоге как-то смирилась. Ну на самом деле это не конец истории, да, то есть я давать интриги не буду, сразу раскрывать. По ходу действия нашей экскурсии мы еще вернемся к этой теме. Дети женские церковь, как они привезли из слова ОМОНа, она тоже есть установленная витрина, вот эта часть, она вообще, эта часть зала вообще пока не оформлена, вот тоже тут очень красочная витрина, так вот она уже стоять с подсветкой. Вот можете видеть мальтилы гипсовые волеетры, вот видите, тоже девочки там работают, тоже в главном мозаике, совсем в форму покойка, здесь настоящим специальным золотом, вот, ну в общем, конечно, это будет какое-то очень красочное зрелище. Перед нами кунтон древний египетский богов, главный мозг, он сразу перед вами, вот здесь видит птица, солнышко на голове, аннулис перебором, сводиня Мааса, сводиня Адсквалибилис и правосудия. Есть еще одна подъемная женщина, которая очень почиталась в облицовом виде, а считалось, что именно эта идея есть, то есть смена дня и ночи, потому что каждое утро она глотает звезды, чтобы наступил день, а каждая вечная она глотает солнце, чтобы наступила ночь. Но уникальность этой композиции заключается в том, что она использована секретарно в качестве часов. Все мы, конечно, можем видеть здесь, здесь солнечных часов, да, когда тень, откидывая мальчик в глаз, определяла то или иное время суток. Вы можете видеть, что тело в этой картине разделено на 24 равных сегментов. В этом зале вашему вниманию представлена серия работ, которая называется «Фантазский просвет». «Фантазский просвет» тоже написал и вискар. Вновь у нас все маленькие группы, которые будут иконы, но это, конечно же, не иконы. Это такой ранний критивный жанр портретных, да, в этой сегменте, в этой сегменте и рамки не отюны. Наверное, именно поэтому эти просветы очень напоминают сюжет «Исчетная ночь». И серия этих работ была посвящена очень знаменательным событиям. В год, когда они были написаны, республика широко обращала... «Исчетная ночь» Николай Орелих Это эзотерический зал Рериха Купо, купо Купо, купо Купо Обалдеть Галилея, который создал все это. Вот не пожалеешь таких денег, как ради человечества. Ой, Володя Высоцкий, не промахнешься. Ой, Володя Высоцкий, не промахнешься. Ой, Володя Высоцкий. Ой, Володя Высоцкий. Ой, Володя. Ой, Володя Высоцкий. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok